Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ренжин Сергей, я занимаюсь дизайном освещения разных объектов. Сегодня хочу поделиться с вами своим опытом, именно ответом на вопросы, супер популярным вопросом, который часто задают в комментариях. Какой трековый светильник вы бы порекомендовали? Какой бренд такого производителя? И какой завод вы бы выбрали и рекомендовали мне для реализации проекта интерьерного освещения моего особнячка, моего загородного дома, моей квартиры, моей резиденции. В общем, запрос очень популярный, поэтому я посидел и подумал, что, наверное, стоит поделиться с вами личным своим мнением, а какой бы выбрал светильник я. Современный мир очень сложен, если речь идет про выбор какого-то бренда, потому что у нас такой ритм жизни, особенно когда мы в стройке, что нет возможности практически уделить время выбору какого-то освещения. Не помогает визит в шоурумы, как бы это ни парадоксально звучало, но посетив там 2-3-5 шоурумов, вы на пятом шоуруме, у вас уже все поплывется, картина, и в принципе уже вы забудете и стоимости, и внешний вид, потому что форм-фактор одинаковый, места крепления одинаковые, сотрудники везде-везде красивые, без организмов, объясняют вам классно, как, чего надо купить, что у них там на скидке, поэтому, что удивительно, но поездка в шоурум довольно мероприятие не особо может помочь вам привести уже к результату, а именно к выбору нужного трекового светильника. Поэтому я подготовил 4 критерия, на которые я бы, собственно, их ответил, что за критерии для меня лично являются, перед тем, как ехать в какой-то шоурум. Первый критерий – это критерий целесообразности, его еще можно назвать критерием релевантности. Ну, как бы это самый честный и самый правильный критерий вообще в моей жизни, то есть я довольно прагматичный человек. Когда ко мне обращается мой друг, богатый какой-нибудь мужик, который строит себе особнячину за полмиллиарда рублей, с вопросом, посоветую, какое-нибудь трековое освещение, я не достаю с полки самый дорогой немецкий, итальянский бренд, потому что у него есть деньги. Я задаю вопросы, что у тебя с дизайн-проектом, какие у тебя тип потолков, есть ли какие-то уникальные конструктивные особенности интерьеров, какие-то специфические штуки. Поэтому первая техника, которую я вам рекомендую, эта техника честный разговор со своим супругой или с самим собой. А чего я, собственно, строю? Если у вас простая человеческая планировка, как у меня в квартире, например, то нет смысла ставить какие-то вообще суперсветильники, крутые, с вертикальной освещенностью, тотальной, которые подчеркнут именно этот оттенок обоев. Зачем? Просто самые простые в шоуруме светильники какие-нибудь там. У нас есть там магазин 500lux.shop. Там можете посмотреть светильники, которые подходят для любого вообще комфорт-класса, для любого бизнес-класса. Главный критерий – это целесообразность. Второй критерий при выборе фабрики – это гарантийные обязательства. Фабрика должна быть не однодневкой. Это не должен быть контейнер именно Сережи Ремжина, который привез его из Китая на дисконте на Alibaba, как он купил, и потом назвал его там «Renjin Lighting» или там «Renjin LED». И распродал его с хорошим дисконтом, это все потом повыгорало, и заказчик остался, собственно, с выгоревшим светильником и с ощущением некайфовости. Это неправильно. Поэтому смотрите, чтобы гарантийные обязательства у фабрики составляли не менее пяти лет. Это важно. То есть три года не очень достаточно. Нужно, чтобы было пять лет. Любая уважающая себя фабрика, которая, окей, не сама производит, а под своим логотипом таскает из Китая хорошего фабричный светильник, который они же, скорее всего, помогли в разработке, она всегда дает гарантию от пяти лет. Это нормально. Это не значит, что светильник через пять лет там сдохнет. Это значит, что просто они уверены в своем продукции и гарантируют, что в течение пяти лет голова не будет болеть из-за постоянно перегорающих светильников. Поэтому пять лет, не меньше. Третий важный критерий при выборе фабрики это наличие документации на эти светильники. Некоторые светильники просто продаются там как-то на авито или в шоурумах. И на них нет кривых сил света, на них нет паспортов сертифицированных в России. Нет понимания, как они вообще питаются. 48 они или 24 под трехфазный они шинопровод или под однофазный они шинопровод. Смотрите, чтобы была просто вот эта бумажка и чтобы на сайте можно было скачать спокойно эту информацию и ей как-то распоряжаться. Итак, последний критерий, который я вам горячо рекомендую применять при выборе трековых светильников это критерий называется объективность. То есть вы, когда приходите в шоурум или оставляете заявку на сайте какого-то производителя или нам в студию даете ТЗ на создание проекта светодизайна, чем вы более честно ответите себе и нам на вопрос бюджета, тем проще нам будет как бы создать для вас идеальный проект. Дело не в том, чтобы нам там выяснить сколько денег в вашем кошельке, сколько там у него тысяч рублей. Дело не в этом. Просто есть как бы некая планка бюджета, ниже которого невозможно создать проект освещения. И я вот вам прям сильно рекомендую сразу говорить ваши ожидания по бюджету, подрядчику, там, мне или моим коллегам, сколько денег на реализацию в гостиной у вас есть, сколько денег на реализацию освещения во всем доме у вас есть. Потому что есть какие-то места, в которые вы не так часто приходите, например, гардеробная или там санузел второго этажа, санузел гостевого дома. Там можно взять освещение какое-то фабричное китайское. Но вот зону гостиной, где второй свет, там, где постоянно происходит движ, какая-то тусовка ваших родственников, там нужна хорошая вертикальная освещенность, чтобы видели лица друг друга, могли радоваться. Там нужна хорошая горизонтальная освещенность, горизонтальная освещенность на рабочей поверхности, чтобы можно было кайфово стругать салат и при этом не отхватить себе палец. То есть там прям много зон, которые нужно объединить в одну, и там просто дешевым светом не сделать работу. Поэтому лучше сразу сказать, уважаемые люди, у нас вот есть 500 тысяч рублей, вот у нас особнячок 350 квадратов, и мы хотим прям вот в гостиной, мы будем тусоваться чаще всего. Мы там хотим прям кайфово, чтобы было кайфово. В остальные места, как бы, можно взять что-то из наличия, там что-то попроще, не обязательно управляемое, но вот в гостиной будет самый главный движ, там праздники все, тусовки, отпуска мы будем проводить там. Эта техника называется честный разговор. И чем более откровенно мы с вами пообщаемся, тем с большей долей вероятности ту работу, которую мы для вас сделаем, вы сможете потом применить в своем проекте. Надеюсь, этот ролик был вам полезен. Увидимся в следующих выпусках.